Почему мне нравится Лукашенко, да, я его ставлю? Вот даже что происходит в Беларуси последние несколько месяцев, иду комплекс России. То есть, к Лукашенко можно относиться по-разному, но его нельзя назвать контролируемым кем-либо. Ему не нравится, что это в политике русских. Оба-кот говорит, ребят, вы меня не дрессируйте, потому что завтра будет очередь от въезда в Беларусь, в Смоленскую область, до Кремля. Вы не контролируемая. Вот я, кстати, хотела спросить. У нас как-то происходит война компроматов в Молдове. Вы можете нам сейчас сказать, что на Рената Усатова нет никакого компромата? Послушайте, на меня не может быть компромата, потому что я не скрывал никогда в жизни, чем я занимался, где я отдыхаю, где я гуляю. Я, в отличие от всех тех, которые оформляют свое имущество на подставных лиц, на офшорах, все это всегда показывал людям. Я не скрывал свое жилье в Москве, квартиры в Кишиневе. Если я полетел в Дубай, на Мальдивы, в Турцию, во Францию и так далее, я это людям показываю. То есть, они показывают какие-то кадры, по которым невозможно определить, где тот же Додон на лыжах. Потому что люди увидят один из самых дорогих курортов горнолыжных в мире. И опять же появится вопрос, ему опять придется говорить, родители помогают. Вы не стесняйтесь, у вас нет расхождения с тем, с вашим заработком, уровнем в жизни и привычками, которые у вас есть. Я все свои деньги раздал людям. Просто вы к этому нормально относитесь. А я к всему нормально отношусь. Вы другое не хотите понять. Вы не хотите понять то, что меня невозможно сделать ручным. Вот кое-кто пытался меня сделать ручным в Москве полтора года назад. Разные были разговоры. Я вышел, да, ну представляете, когда кто-то ко мне, кто-то меня насильно будет. Один там отдай партию, второй там про тобой не говори, про это не говори. Значит, вот где мое сходство с Лукашенко, да? Что я никогда не был ручным. Вот смотрите. Ладно, Реннад. Столько лет прожил в Москве? Не, ну что, ладно, Реннад. Ну сейчас будем хвалить вас 50 минут. Нет, при чем тут хвалить? У меня вопрос в другом. Где сегодня, чтобы мне кто-то сказал, усатый сделай то или усатый сделай это? Вы о чем говорите сегодня? Я не могу быть сегодня... Я никогда в жизни не был пластилиновыми, не буду. Понимаете? Поэтому... Но не было ситуаций, при которых мы могли бы... Могли бы проявить себя так, как проявили другие, например. Что вы говорите? А когда заходит более 50 человек в масках в дом, да? Вооруженные. И лежат, стоят у стены твои родители и так далее. Это называется что? Расскажите, о чем вы сейчас говорите. А я говорю о том, что когда кто-то пытался мне провести профилактику в Москве, да? Полтора года назад. И вот это произошло, то, что я вам сейчас говорю. И кто-то думал, что я увижу 50 разных там сотрудников и стану сразу... Реннад, профилактику, чтобы что? Подчиняться, да. Нет, подождите. Нет, вопрос не подчиняться. Расскажите... Были определенные рекомендации, которые абсолютно против... В чем проблема рассказать? В каких целях проводили профилактику? Если вы от народа, вы не такие, как они и так далее. Ну, послушайте, я говорю то, что... Во-первых, это связано с безопасностью. Если бы это было связано только с моей безопасностью, я бы все сказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова